Онлайн-лекторий. Система управления охраной труда 2023. Что актуализировать в соответствии с приказом Минтруда 772Н. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что присоединились к нашему онлайн-лекторию. Меня зовут Светлана Абрамова, и я проведу сегодняшний онлайн-лекторий. Коллеги, прежде чем мы начнем нашу лекцию, хочу напомнить вам, что организаторами сегодняшнего мероприятия являются Общероссийское межотраслевое объединение работодателей Ассоциация безопасности и качества, саморегулируемая организация Альянс строителей, генеральный партнер нашего мероприятия Институт повышения квалификации Технопрогресс. От имени от организаторов и участников выражаем благодарность нашим партнерам, которые помогли организовать сегодняшнее мероприятие. Это образовательная программа платформы Курсон, наш цифровой оператор, саморегулируемая организация Совет проектировщиков, Альянс строителей Подмосковья и Лига изыскателей. Хочу вам напомнить, что все участники сегодняшнего мероприятия смогут скачать сертификат участника, который будет доступен в личном кабинете платформы Курсон. Там же будет доступна и видеозапись мероприятия. И 15 февраля я проведу очередной аналитуре по теме СОУД-2023 «Изменение законодательства и нормативной правовой базы», на которой вы можете зарегистрироваться там же на сайте Курсон и в разделе «Бесплатные вебинары» в верхнем меню. Буду рада видеть вас на нашей следующей лекции, которую мы планируем проводить ежемесячно. Коллеги, обращаю ваше внимание, что в течение эфира вы можете задавать вопросы в чате, которые находятся в нижнем правом углу страницы. Единственное, что отвечу я на них после уже онлайн-лектория, поэтому и какие-то вопросы вы уже присылали, и постараюсь найти, если что-то не успею ответить, то может быть постараюсь ответить по электронной почве. Итак, мы начинаем. Тема нашего сегодняшнего лектория – это «Система управления охраной труда-2023», что актуализирует в соответствии с приказом Минтруда России-772». Но для начала я немножко, чтобы перейти к приказу, поговорю о других локальных нормативных актах. Статья 214-го кодекса, которая обязывает всех работодателей создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда, в которые входят именно вот эти локальные нормативные акты, о которых мы сегодня поговорим. И система управления охраной труда – это комплекс взаимосвязанных, взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда, у конкретного работодателя и процедуры по достижению. Как раз вот все приказы, положения, значит, все, что зарабатывают локальные акты, они, помимо того, что каждый акт не должен быть сам по себе, это все должно быть взаимосвязано и взаимодействовать. Один нормативный акт вытекает из другого или, наоборот, как раз продолжает действие. Один акт переходит в нормативную и другой. И как раз вот работодатель обязан разработать документы, которые будут подтверждать, что в его организации созданы функционерами системы управления охраной труда, проводятся обязательные процедуры по охране труда, организован контроль и мониторинг и выполняются библиотеки по совершенствованию системы управления охраной труда. Вот этот комплекс документов, который будет показывать, что, значит, система управления охраной труда у работодателя есть, мы сегодня и поговорим. С изменением раздела трудового кодекса, вот этого 10-го раздела трудового кодекса, с 1 марта прошлого года у нас появилась новая редакция раздела трудового кодекса, который говорит, что работодатель обеспечен разработку локальных нормативных актов. У нас требования есть охрана труда, это государственные нормативные требования по охране труда, а также теперь локальные нормативные акты работодателя приравнят требования по охране труда. Поэтому нормы локальных нормативных актов обязательны для выполнения. И если вы что-то закрепите, какие-либо требования свои в локальном нормативном акте, это будет для вас обязательно к исполнению. Поэтому подходить к разработке локальных нормативных актов, конечно, нужно очень ответственно. И если даже вы не хотите с нуля разрабатывать саммят, нашли где-то в интернете какие-то образцы, сейчас тем более выставлено очень много образцов документов, и таблички делают, что отслеживают, очень хорошее, удобное. Поэтому единственное, что если вы берете какой-то чей-то чужой образец, поэтому очень внимательно смотрите, все ли вам подходит, потому что, повторюсь, еще раз говорю, что локальные требования локальных актов приравнены к требованиям охраны труда. Ну и обязательно, что нормы локальных нормативных актов не должны ухудшать положение работников по сравнению с установленным законодательством. И те нормы, которые, если вы что-то написали в локальном нормативном акте, которые будут ухудшать положение по сравнению с работником, по сравнению с установленным трудовым законодательством, конечно, не подлежат применению. Работодатель должен обеспечить введение реестра перечня нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных вычислительных баз данных, как угодно, как вам удобно, которые содержат требования охраны труда в соответствии с спецификой, именно со спецификой деятельности вашей организации. Вы не просто делаете там реестр всех нормативных актов, которые на сегодня, например, по охране труда существуют, а именно то, что подходит именно к вашему виду деятельности. И должны обеспечить обязательно доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных документов. Перечень нормативных актов у нас... Ой, простите, пожалуйста, не включила. Нормативные правовые акты у нас подразделяются на внешние. Это документы, которые содержат требования по охране труда. И внутренние, это локальные уже нормативные акты, которые приказы, распоряжения, как раз вот ваше положение, стандарты, инструкции по охране труда, ну и тому подобное. И вы должны постоянно вот эти документы отслеживать, актуализацию этих документов. Да, если что-то в каком-то постановлении, приказе там в законе изменилось, значит, вы должны вот свой перечень. Вот этот реестр этих нормативных актов, который у вас создан, он у вас будет внешний, реестр внешних документов, да, это то, что государственные нормативные требования, значит, и реестр внутренних документов. И опять же, если что-то изменилось в государственном нормативном акте, вы это, и вам нужно поменять локальный нормативный акт, вы его также пересматриваете, чтобы у вас постоянно проводилась актуализация вот этих документов. Для этого, может быть, нужно будет сделать какую-то табличку, чтобы вы отслеживали, когда надо пересматривать, когда что-то, не забыть пересмотреть документ, вот здесь отслеживать. Тем более, теперь у нас, например, государственные нормативные акты пересматриваются два раза в год, могут пересматриваться, да, это с 1 марта и 1 сентября, поэтому тут тоже можно, да, тоже поставить таблички. Не подлежит актуализации и редактированию, это из внешних нормативных актов, это предписание госорганов, протокол измерений вредных производственных факторов, проведенных сторонними организациями, и из внутренних, это все виды журналов, акты предписания, результаты внутренних проверок, наряды допуска, ну, вот, соответствующие такие документы, поэтому на это тоже обратите внимание. Ну, и мы поговорим о важном и основном локальном нормативном акте, это положение СООД в организации, я кратенько пройдусь по этому документу, я не буду полностью, потому что, скорее всего, он уже у многих переработан, кто-то может быть, значит, еще я даже не приступал, потому что мы работаем и в рамках СООД, и в рамках СООД, и ОПР, я иногда вижу, что примерное положение у некоторых еще даже, ну, даже 438-ое, наверное, постановление еще вот даже не меняли. Хочу сказать, что все-таки приказ 776Н, он зарегистрирован в Минюсте, и поэтому это примерное положение обязательно для применения, поэтому нужно обязательно свое положение разработать так, чтобы оно отвечало все-таки структуре, изложенное в примерном положении. Вы разрабатываете положение самостоятельно, можете привлечь для этого специализированную организацию, как вам удобнее по времени, по финансам, значит, может быть, и специалиста нет соответствующего, но то, что положение разработано должно быть у всех работодателей, это обязательно. Единственное, что для микропредприятия структура положения может быть упрощена. И в тексте примерного вот этого положения, утвержденного приказом 776, прописали, что работодатель сами определяет, какие нормы документа он включает в свой локальный акт. Я бы вам советовала все-таки все разделы, которые указаны в структуре 776 примерного положения, включить все-таки в свое положение. Значит, прописать, может быть, где-то что-то более развернуто, чего где-то сократить, но чтобы у вас разделы лучше, чтобы они все-таки совпадали с примерным положением, и поэтому вам будет проще потом и при проверке не будет замечаний, и при, опять же, составлении, когда вы будете составлять свое положение по СООД, вам лучше будет, как бы, соотносить вот требования примерного положения к своему положению, будет проще составлять этот документ. То, что вот примерное положение не содержит такого требования, чтобы ваш документ как раз назывался именно положение СООД, вы можете называть там, у каждого, у всех есть свое дело производства, кто-то называет стандартом, кто-то может называть порядком, как угодно, там, как вы ведете дело производства. Здесь как раз требования обязательны, чтобы называлось положение СООД, таких требований нет. Просто я буду здесь называть положение СООД, потому что мне так проще, что это, и, как правило, у большей части работодателей оно так и называется. Значит, если у вас есть положение, было положение уже, и до сих пор вы его не переработали, то можете вы внести все необходимые изменения в свое действующее положение, ввести новые формулировки, какие-то изменить там ссылки на нормативные акты, которые убрать те, которые уже не действуют. Издается соответствующий приказ о внесении изменений, и положение действует. Еще раз хочу повторить, что только единственное, чтобы ваше новое положение, оно все-таки измененное положение, соответствовало структуре примерного положения СООД. Или отменить это действующее положение, которое есть, разработать и утвердить новое положение, вот о чем я только что говорила. Здесь будут два приказа. Приказ об отмене прежнего положения и об утверждении нового положения СООО. Когда вы будете составлять положение о системе управления охраной труда, вы из примерного положения выбираете именно и описываете в своей системе конкретно процессы и процедуры, те, которые связаны с учетом вида вашей деятельности. Поэтому здесь, вот опять же, если вы вдруг за основу берете чей-то проект или чей-то экземпляр, ну, кто-то с вами поделился или вы нашли в интернете. Поэтому, соответственно, конечно, посмотрите именно примитительно с учетом вида вашей деятельности. Подходит ли вам это, что-то может быть убрать, потому что, опять же повторюсь, локальный нормативный акт, все, что вы пропишете, работодатель утвердит это положение, это все будет обязательно к применению и в том числе и при контроле вашей организации надзорными органами. Значит, опять же, то, что касается оценки профессиональных рисков, то, что вы включаете в положение, то включаются только те опасности, которые выявили в ходе оценки профессиональных рисков в вашей организации. Из перечня работ повышенной опасности, значит, выбирайте только те, которые выполняют ваши работники. Опять же, чтобы вам не ошибаться, если вы берете чей-то чужой экземпляр, вот здесь должны вносить обязательно корректировки. При разработке положения вы учитываете, вот то, что я и говорила, виды деятельности организации, обязательно государственные требования к ним, да, если вы разрабатываете, ну вот, например, мы возьмем строительную организацию, да, то и государственные нормативные требования, если мы берем, например, организацию, одно строительную организацию, то и государственные нормативные требования мы смотрим, которые распространяются именно на эту отрасль. Поэтому вот здесь обязательно на это обратить внимание. Мы учитываем численность персонала, структуру организации. Я уже сказала, да, что вот для организации, которые менее 15 человек, можно эту структуру, можно сделать в упрощенном виде это положение. Значит, обязательно учитываем принятые обязательства работодателя по межгосударственным, межнациональным, национальным стандартам в области охраны труда. В обязательном порядке учитываем результаты, проведенные в СООД, и оценки профессиональных рисков. И у нас как раз в приложении номер 1 и номер 2, к примерному положению, там и есть, вот имя указано, что это, наличие рабочих медсредственными опасными факторами и наличие работ повышенной опасности. Вот это мы должны обязательно, все это учитывать при разработке положения о системе управления охраной труда. Все нормы, которые вы включите в свое положение, станут для вас обязательными. Еще раз повторюсь. И поэтому, когда вы будете разрабатывать, вы смотрите нормативную, все государственные нормативные требования по охране труда, обязательно все учитываете. И вот я вкратце, я не стала тут уже расписывать очень подробно, чтобы все-таки, я думаю, что большая часть работодателей положения разработали уже и с учетом примерного положения. Поэтому просто по разделам, что-то, какие разделы, вот это разделы из примерного положения, которые я как бы вам советовала, чтобы они все-таки, вот ваша структура, вашего положения в вашей организации, она соответствовала вот этому. Значит, в общих положениях мы указываем, для чего мы, работатель создал этот документ, кто его утверждает, что устанавливает это положение, на кого распространяется положение и в соответствии с какими нормативными актами, значит, оно разработано. Значит, цели и задачи по охране труда. Здесь же можете указать все структурные подразделения, которые входят, и на что, если есть какие-то обособленные подразделения, там, филиалы, надо, что вот здесь все это прописать, что это положение распространяется и на другие подразделения организации. Раздел «Разработка и внедрение системы управления охраной труда». Здесь вы должны или включить политику прямо в текст этого раздела, или сделать приложение к программе. Может быть, политика, конечно, в области охраны труда быть у вас совершенно другим локальным актом, значит, ну, тогда здесь прописывайте только то, что вот консультации и участие работников, что вы должны будете разработать, где-то поддерживать взаимодействие как раз с работниками и их участие в мероприятии по улучшению условия труда. Вы как раз вот здесь это все прописываете. Ну, и политика должна содержать обязательно, чтобы она обеспечивала безопасные условия и условия труда, управление профессиональными рисками и правозаболеваниями, это обязательно включается в политику, значит, отражать цели охраны труда, включать обязательно обязательность заработления по сравнению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков, совершенствование системы управления охраной труда, ну, и обязательно учитывать мнение профсоюзов при наличии такой организации. Значит, здесь, как бы политику, я еще раз говорю, что мне кажется, проще всего включить ее в само положение, чтобы это было не отдельным документом, и опять же, вы с этим положением будете знакомить работников, в том числе и будет одновременно из политики организации в области охраны труда будут ознакомлены работников. Раздел планирования. Здесь как раз у нас новый раздел выявления, идентификация опасности, оценка рисков. Здесь вы включаете перечень опасностей, которые выявили в ходе оценки профессиональных рисков. Значит, как проводится оценка профессиональных рисков, значит, можно сделать, опять же, отдельным положением оценку рисков вынести, где вы будете расписывать, значит, на основе какого метода вы проводите оценку, какие документы вы оформляете, да, что реестр опасности, потом, может быть, вы отдельно делаете реестр оценки рисков, да, где указываются именно категории рисков, значит, меры по управлению, значит, рисками. Значит, вот это можно прописать здесь, можно разработать отдельным положением. Значит, тогда делаете ссылку на это положение по оценке рисков, и тогда здесь грозненько просто расписываете. Значит, обеспечение функционирования системы управления охраной труда, здесь вы расписываете финансирование, компетенции, и обязательно информировать работников, да, что работники будут проинформированы, как это все делается, вы вот здесь в этом разделе можете, значит, прописать. Функционирование системы управления охраной труда, здесь как раз вот вы прописываете все процессы, которые соответствуют вашей сфере деятельности. Значит, вот как раз здесь вы регулируете, что у вас есть, что нет, не обязательно здесь прописывать вот все, что с примерного положения, здесь как раз вы смотрите со своей деятельностью, уже выбираете те процедуры и процессы, которые именно соответствуют вам. Значит, ну, специальную оценку основной труда проводят все, значит, она есть у всех, оценка профессиональных рисков ее проводят также все. Вот процессы по допуску к самостоятельной работе, по безопасности производственной среды, сопутствующие процессы, процессы реагирования на ситуацию, здесь уже как раз вот смотрите, что вам нужно, а что здесь, что нужно убрать. Ну и оценка результатов деятельности, это определить виды контроля, функционирование СООД, значит, в том числе и многоступенчатой формы, если вы применяете трехступенчатую форму контроля, значит, здесь опять расписываете. Как вы контролируете, значит, как вы используете результаты оценки, значит, какие вы оформляете документы, может быть, акты проверки или еще что-то, вот здесь как раз конкретно под вашу организацию вы пишете. И улучшение функционирования СООД, вот это здесь определяется, как раз реализуются мероприятия, направленные на улучшение функционирования системы управления охраной труда, и здесь корректирующие какие-то мероприятия, контроль за реализацией, ответственные, вы все здесь прописываете. И вот эта фраза, когда очень часто теперь встречается практически везде, решение принимает сам работодатель, так вот вы сюда прописываете то, что вы будете делать, а не то, что там где-то прописано, а именно конкретно вы решаете сами, что в каждой раздел выключаете, и каким требованием вы будете, это все соответствовать, и какие требования вы будете выполнять. Но, значит, по базовым процессам функционирования системы управления охраной труда, здесь как бы эти процессы, специальная оценка устроя труда проводится уже не единожды, у нас 2014 года, поэтому я думаю, что каждая организация, хотя встречаются такие, кто еще не проводил специальную оценку устроя труда, но практически в каждой организации проведена специальная оценка условий труда, но на вас она должна быть актуальная, поэтому если закончится ее срок, то нужно провести, если, например, вы поданы декларацию, декларация и спецоценка с допустимыми условиями труда, то там, конечно же, ничего не надо, вы провели один раз, подали декларацию, в сущности, если у вас ничего не изменяется в работе, значит, тут уже вы пользуетесь теми материалами, результатами той спецоценки, которая у вас уже проведена. Оценка профессиональных рисков, значит, здесь я думаю, что, наверное, 70% организации, кто ее еще не проводил, если, может быть, даже и не выше процентов, но чтобы вы знали, что оценка профессиональных рисков теперь обязательно, она прописана в трудовом кодексе, и все новые рабочие места, которые вы организуете на своем предприятии, значит, они всех новых работников, которые вы принимаете, вы должны обязательно ознакомить уже с оценкой профессиональных рисков, значит, на каждом рабочем месте она должна быть уже проведена. Значит, по... И почему эти базовые, значит, вот эти процессы называются у нас базами, потому что по результатам как раз вот этих процессов спецоценки и оценки профессиональных рисков уже формируются и корректируются у вас уже реализация всех других процессов по СОО. Например, если у вас спецоценка с допустимым основанием труда, у вас уже не будут, да, там какие-то процессы связаны, процессы связаны будут, которые связаны, например, с медосмотрами, если там других оснований нет, значит, не будет выдача, например, молока, где-то, может быть, СИС не будет выдаваться. Вот я говорю, что вы уже все остальные процессы вы будете отслеживать именно под свою организацию. Значит, в положении обязательно необходимо указать, на основании чего проводится, кто проводит, кто входит в состав комиссии, для чего используются результаты, вот именно специальные оценки, условия труда и оценки профессиональных рисков, как оформляются, в какой периодичности проходят процессы, как проходит ознакомление работников. И если я уже говорила, вы оценку профессиональных рисков вносите в отдельное положение, здесь уже вкратце просто пишите, значит, что, или просто ссылку даете на другой нормативный акт, и уже ничего не расписываете. Если, значит, здесь, то по САУТ вы пишете, значит, что на основании чего она проводится, кто проводит, значит, что, да, здесь уже САУТ вы указываете, что проводите вы и соответствующая организация, которую вы нанимаете, значит, для проведения специальной оценки условий труда, кто входит в состав, для чего вы используете эти результаты и как оформляется, с какой периодичностью проходит, да, там не реже, чем раз в пять лет. По оценке профессиональных рисков все то же самое. Вы указываете на основании чего она проведена, кто входит в состав комиссии, кто ее проводит. Здесь вы можете самостоятельно проводить оценку профессиональных рисков или, опять же, нанять соответствующую специализированную организацию нет, с какой периодичностью. Оценка профессиональных рисков мы теперь знаем, да, Татковый кодекс нам говорит, что это систематическая оценка, вы ее постоянно отслеживаете, проводите, корректируете там, если что-то где-то поменялось, значит, постоянно такой рабочий документ, который, ну, по крайней мере, где-то раз в год вам все равно придется пересматривать. И, ну, вот процессы функционирования системы управления охраной труда, которые вы выбираете под свою деятельность, значит, вот здесь уже смотрите, значит, процессы допуска к самостоятельной работе. Здесь конкретно вы прописываете, как у вас проводятся медосмотры, на основании чего они проводятся, если нужно, если есть такие работы, профессии, где надо психиатрическое освидетельствование, значит, как проводится обучение, как проводится обеспечение СИС и смывающими и бездереживающими средствами. Значит, вот здесь все эти процессы прописываете конкретно. Значит, по медосмотру, если проводите медосмотры, значит, положение по медосмотрам, значит, списки на медосмотры, все это вот прописываете. По обучению, опять же, я вот там чуть ниже остановлюсь, по обеспечению СИС, вот это вот в этом разделе как раз подписывается. эти процессы по допуску к самостоятельной работе процессы по безопасности производственной среды здесь вы расписываете как у вас организованно обеспечение безопасности работников по эксплуатации оборудования инструмента значит по безопасности при эксплуатации зданий и сооружений при освещении этих процессов при безопасности предупуск подрядных организаций на территории здания сушения и конкретно под свою организацию прям по пунктам прописывайте до складываться оборудования значит как проходит ремонт и оборудование плана ремонт и какие-то там значит все что инструмент какой-то испытывается если про эксплуатацию здания значит есть какой-то может быть стандарт в организации как часть это обследование где здание тут вот полностью по каждому вот этих пунктов если этого вас касается что все это по как раз своем положении по суд прописываете и если что-то у вас меняется и вы не забывайте вносить изменения в положении значит сопутствующие процессы то у нас как организовано санитарно-бытовое обеспечение выдачи молока лечебно профилактическое питание значит если место молока выдается перед денежная компенсация обеспечения обязательного социального страхования соблюдать не решим трудно воду опять же под свою организацию вы конкретно прописывайте по каждому пункту все это как раз вот есть в этом пример на положении значит и вы как конкретно значит если вы даете молоко значит вы пишете что разработаны перечни работников до рабочих кому выдается молоко значит опять же порядок выдачи молока значит если значит молоко если есть лечебно-профилактическое питание опять же на основании чего кому значит когда вы все это значит периодически все это прописываете значит не забывайте да что если на работе выдается лечебно-профилактическое питание то уже не выдается на этом этому работнику молоко поэтому тоже отслеживайте опять же подробно под именно конкретно под свою организацию как вы это делаете вот тут же прописываете ну и процессы реагирования ситуации это значит как организованно реагирует на аварийные ситуации несчастные случаи по заболевания микротравмы как вы какие локальные акты вы опять же здесь вот конкретно делаете ссылки на них значит и указываете в примерном положении что изначально когда читаешь вот это пример о его извините пример положение ваше положение по системе управления охраны труда иногда и переначали когда читаешь примерное положение то что что все супер написано но в сущности что вы просто под свою конкретную организацию прописывать то что вы уже делаете вы это все равно уже делается вас все это есть вам просто надо указать и сделать ссылки на разработанные локальные нормативные акты ну вот как пример приведу положение системе управления франции строительстве значит у нас всегда строительство было так очень плохо с правилами похода всегда был с ним строительные организации должны могли следовать теперь вот у нас значит есть правило по охране труда при строительстве реконструкции ремонте 883 и вот вы положение опять же системе управления охрана труда должна разрабатывать с учетом этих тех же правил включать значит где у нас написано проведение оценки рисков если в старом положении которое было там не было пара риски ничего там не было по применении результатов там но там был вот описан например трехступенчатый контроль который сейчас вроде бы правилах нет но вы спокойно его можете прописать потому что в сущности вот эта процедура она рабочая она очень помогает инженеру по охране труда вот именно в соблюдении безопасности труда поэтому здесь конечно его вот я бы так каждом положении все таки и применяла там но вы у нас есть написано много ступенчатый контроль вы сами выбираете какой вам который выбрать но обязательно его прописать вот я бы так обязательно включала в положение по системе управления контура четвертая вот проведение оценки рисков как применяются результаты при выдаче например сис при организации обучения по охране труда вот это все указать в положении о системе управления контура своей организации ну и вот такие как бы основные важные локально нормативные акты по охране труда вот так списочки составила вы очень много найдете таблиц которые составлены с указанием например даже нормативных правовых актов в интернете просто отследите где-то может быть какие-то может быть старые таблички вот для себя такие таблички за основу можете взять и сделать для себя вот именно я уже говорила что вот внутренние перечни локально нормативных актов которые вы разрабатываете и которые вы вот опять же для себя сделали табличку например первую колонку сделали наименование локального нормативного акта вторая колонка введение действия и когда пересмотреть надо вас всегда будет это на контроле именно актуализация вот этих нормативных актов значит это положение но то что положение системе управления охрана труда мы уже поговорили на основной нормативный акт приказа какого-то об утверждении положения системе управления охрана труда по нормативным правом актам не требуется но я думаю это проще всего ввести именно приказом ввести и положение службы охрана труда и положение по системе управления охрана труда если есть отдел охрана труда служба охрана труда разработает положение приказом утвердить это положение обязательно сдать приказ на значение ответственность за охрану труда Или создать назначение специалиста по охране труда или службы по охране труда, либо возложение обязанностей на одного из технических специалистов. Если у вас нет специалиста по охране труда, то приказ о назначении ответственного за охрану труда у вас должен быть. Вы должны должностные инструкции разработать на работников службы охраны труда, расписать конкретно, кто за что отвечает, если большое предприятие, и не один там есть целая служба. Значит, должен быть приказ о распределении функциональных обязанностей по охране труда среди руководящего состава, в том числе руководителей структурных подразделений. Значит, здесь вы разрабатываете либо положение о распределении обязанностей по охране труда ответственных лиц, либо включаете в их должностные обязанности. Значит, распределение вот этих функциональных обязанностей по охране труда, его должностные обязанности вы четко прописываете. Значит, должности обязанностей и обязанности в области охраны труда. За что конкретно работник, главный инженер, за что отвечает, специалисты, которые вы выбрали, например, ответственные за охрану труда, вы все четко прописываете в его инструкции. Можете, например, включить в раздел положение по системе управления. Как вам удобнее, так и сделайте. Но я бы обязательно это включала в должностные обязанности. В должностные инструкции внесла бы раздел тех лиц, которые назначены ответственные за, несут именно обязанности по охране труда. Положение комитета, комиссии по охране труда. Если у вас такова создана, значит, вы должны разработать положение и приказом утвердить это положение. Приказы о проведении, ну вот мы говорили уже, да, что специальные оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. План мероприятий, значит, по улучшению условий труда и снижению профессиональных рисков. Значит, по, значит, какие-то локальные акты, которые вы считаете нужным, может быть, нигде не увидели, но считаете нужным, что вы что-то проводите, какие-то мероприятия по охране труда, значит, дни охраны труда, все это. Вы можете это все, локальные акты, там, чем вы это утвердите, приказами лечим-то. Все это должно быть локальным актом утверждено. Издайте приказы, ну, о назначении ответственных, обязательно издайте приказы и приказы об утверждении этих положений. Значит, вот локальные нормативные акты, которые касаются, например, обучения, инструктажей, стажировок тех же, это, значит, приказы о назначении комиссии по обучению и проверке знаний. Приказы о проведении обучения по охране труда. Положение об обучении и проверке знаний требования охраны труда в организации у вас должно быть разработано. Программы обучения по охране и безопасным методам. Программы обучения по использованию СИЗ. У нас теперь есть программы обучения показания первой помощи. Программы проведения инструктажей. Журналы. Это все локальные нормативные акты, которые относятся к обучению инструктажам. Приказы назначения ответственных за организацию проведения стажировки на рабочем месте. Положение по стажировке. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо провести стажировку. Программы стажировки. Журналы регистрации прохождения стажировки. Тесты по проведению знаний по охране труда по тем программам обучения, которые вы разработали. Протокол проверки знаний и требований охраны труда. Опять же, то, что вы проводите под свою организацию, вы той и разрабатываете. Конкретно по вашему виду деятельности. Вы локальные нормативные акты должны разработать. Утверждает локальные нормативные акты, как правило, работодатель. То, что касается средств индивидуальной защиты. Положение по обеспечению работников СИС, смывающих и обеззараживающих средствами. Вы разрабатываете. Приказом утверждаете. Приказ об утверждении норм выдачи СИС. Приказ назначения ответственности за приметение выдачи СИС. Приказ об обеспечении работников, смывающих и обеззараживающих средствами. Приказ бесплатной выдачи перечень этих средств. Личные карточки выдачи СИС и смывающих средств. Журнал проверки испытаний СИС. Журнал учета выдачи СИС. Все, что связано с видами СИС, вы опять же в своей организации решаете сами, какие локальные нормативные акты вы разрабатываете. Есть у нас обязательные, где-то они прописаны, локальные нормативные акты в том же примерном положении, в тех же других нормативно-правовых актах. А есть те, которые вы можете, например, дополнительно вы решили, что вы разработаете вот такие-то нормативные акты и еще дополнение тому, что требуется. Поэтому это все, опять же, не выдаёте СИС, значит, вам не нужно ничего по СИС разрабатывать. Выдаёте только смывающие, значит, только по ним и разрабатываете и ведёте. Выдаёте то и другое, и полный комплект документов вы должны разработать. Что касаемо несчастных случаев, значит, положение об особенностях расследования несчастных случаев, приказ образования, опять же, комиссии по расследованию несчастных случаев, инструкции по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев, классификатор видов происшествий, извещение о несчастном случае должно быть, акты о несчастном случае на производстве. Формы разные даны, они в приказе 223 все приведены. Акты расследования случаев обстоятельств, если вдруг связано это с гибелью работника. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае, очевидца или должностного лица. Протокол осмотра места происшествия несчастного случая. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве. Заключение государственного инспектора. Это все, что связано, если произошел несчастный случай, у вас должны быть вот эти документы, локальные нормативные акты, должны быть в наличии. Поэтому опять же, смотрите, хочу обратить ваше внимание, что с 1 марта 2023 года наступает в силу новый порядок расследования профессиональных заболеваний. Это постановление номер 1206. Поэтому опять же, у вас нужно будет при вступлении в действие в этот документ разработать локальные нормативные акты, как будет проводиться расследование профессиональных заболеваний в вашей организации. Ну и локальных нормативных актов очень много. Еще раз говорю, что вам составлять какой-то перечень. Они в интернете есть, вы найдете там очень много таблиц. Есть специалисты, которые постарались все это выложить. Вы за основу можете взять. Но еще раз говорю, что сделайте под свое организм. Возьмите за основу, уберите лишнее, добавьте то, что у вас разрабатывается. И сделайте вот этот, у вас обязательно, еще раз повторюсь, должно быть, реестр внешних нормативных актов, которые должна соблюдать ваша организация, и внутренних локальных нормативных актов. Ну вот у нас есть, теперь, значит, раньше носила рекомендательный характер, теперь это обязательно учет повреждения и микротравм, поэтому вот в связи с этим должен был разработать, опять же, порядок, положение. Как угодно вы назовете, это, опять же, в вашем делопроизводстве, как вам удобно, так и называйте, как вам, не то, что даже удобно, а как у вас ведется учет всех, как правильно у вас в делопроизводстве прописано. У многих, в очереди, все это идет стандартами, поэтому, ради бога, стандарт по учету микротравм работников, но должен быть разработан быть документ обязательно. Приказ распоряжения, где, значит, четко прописана передача информации, кто кому должен сказать, как это все должно происходить, все это должно быть обязательно. Справка о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к микротравмам, обязательно, значит, вы должны указывать причины микротравм, начинайте с основных, затем можете перечислять сопутствующие причины, там это и микротравме, но обязательно все это должно быть прописано. Значит, и журнал учета микротравма, все это вот в 632Н есть, поэтому туда можно взять как раз образцы документов и все это вот идет в нормальном виде. Значит, ну и мы перейдем как раз вот к разработке, значит, у нас возобновил действие с 1 января 2023 года приказ 772, который нам устанавливает основные требования к порядку разработки содержания правил инструкции по охране труда, разрабатывая их работодателям. Значит, у кого-то эти инструкции уже сделаны, кто-то успел потрудиться, уже все это сделать тогда, когда этот приказ первоначально вступал в силу. Значит, кто не сделал, значит, у вас есть время, сейчас это нужно обязательно сделать. В соответствии с требованиями вот этого документа пересмотреть все свои инструкции по охране труда в организации. Значит, цель всего этого это обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников при выполнении своих трудовых обязанностей. Значит, это у нас, значит, трудовой второй кодекс написано. Приказ состоит из трех частей. Это общие требования, отдельные требования к правилам по охране труда, отдельные требования к инструкциям по охране труда. Конкретный перечень необходимых в организации правил инструкции, повторюсь, значит, еще раз скажу, определяет сам работодатель. Вот это очень, я считаю, что очень хорошо, что все-таки большая часть документов отдана на откуп работодателю, который сам решает в связи со своим, значит, видом деятельности, по выполняемым работам, решить сам, какие инструкции он должен разработать, и не кто-то в каком-то нормативном акте там общий перечень указал. Поэтому единственное, что только вас, все, что вы решите сами, вас за это будут хвалить и наказывать тоже именно вас, потому что должны быть разработаны инструкции. И по результатам оценки профессиональных рисков вы, опять же, устанавливаете дополнительные требования в своих правилах и инструкциях. Правила инструкции утверждают работодатели с учетом мнения выборного профсоюзного организации или новополномоченного работника по среднему. Обязательно, если они есть. Если нет, значит, конечно, тут уже ничего не надо, но при их наличии обязательно нужно, чтобы документы были утверждены. Потому что если есть профсоюзная организация или есть полномочийный работник, он не утвердил инструкцию, или какой-то локальный нормативный акт, он будет считаться недействительным. Перечень количества инструкций в каждой конкретной организации будет зависеть от специфики деятельности организации. Я уже сказала, что решает это сам работодатель. Как правило, разработкой инструкции занимается непосредственно руководитель структурных подразделений. Кто ближе к работникам, кто может описать более конкретно и видит, как проводятся работы. Но иногда это все спускать на специалистов по охране труда. И приходится, ну, когда, если такое происходит в вашей организации, вы сами разрабатываете как специалисты по охране труда эти инструкции, то, конечно, лучше все-таки эту инструкцию потом согласовать с руководителями, непосредственно с руководителями работ. Чтобы они посмотрели, может быть, несли корректировки, а может быть, вы сделали так, что всех это устроит. Значит, инструкцию утверждаются руководителям. Я уже до этого говорила, просто еще раз оставила в слайде специально, чтобы вы знали, что обязательно, что при наличии выборного органа. Значит, если изменились условия труда, если какое-то новое оборудование, значит, что-то вступило, значит, в тех изменениях, в тех процессах, что-то кардинально поменялось, значит, то уже пересматривайте инструкцию. Опять же, если был какой-то несчастный случай по результатам расследования и анализа материалов, значит, если это касается, значит, вот именно изменения, вот что-то не очень... Несчастный случай произошел в том, что недоработано вот как раз в инструкции, и, значит, обязательно включается, опять же, пересматривается инструкция, ну и по требованию органов федеральной инспекции по инспекции труда. Вы, опять же, пересматривайте эти инструкции. Инструкция разрабатывается, исходя из должности или профессии, значит, наименование трудовой деятельности или видов выполнения работы. Вы уже там смотрите, какие инструкции у вас будут, исходя из профессии работника, исходя из видов выполняемых работ, может быть, там, опять же, перечень этих инструкций вы составляете. Основание для разработки инструкции по охране труда – это обязательные государственные нормативные требования охраны труда, правила по охране труда, ну и другие требования, правила по охране труда, которые вы разработали сами, значит, организация, может быть, на какой-то вид работы у вас там разработаны свои правила, значит, если есть такие правила, то они тоже обязательно включаются. Раньше мы это делали все на основании типовых инструкций, которые у нас теперь считаются отменены, но я думаю, что так как столько правил по охране труда изменилось, перечень правил такой стал довольно-таки небольшой, и поэтому, чтобы не заниматься пересмотром типовых инструкций, конечно, тоже было удобно, да, что ты иногда кто-то ленится там, да, по всем правилам пробежаться, посмотрел типовую инструкцию, с нее взял, накидал там в свою инструкцию, значит, эти пункты, и все нормально. Но нет смысла пересматривать такой огромный пласт этих типовых инструкций, тем более их надо сопоставить со всеми новыми правилами по охране труда, такой мартышкин труд, как бы, и поэтому типовые инструкции все отменены, и вы именно основание для разработки инструкций, это государственные нормативные требования по охране труда, вот это обязательно учтите. Значит, анализ трудовой функции, вид и состав выполняемой работы, для которых разработают инструкцию, почему я говорю, что вот как раз непосредственным руководителям работ на местах, вот им проще, им более квалифицированно они сделают инструкцию, потому что вот анализ трудовой деятельности и все виды работ у них перед глазами, и он знает уже, как правильно делать и что зачем, чтобы прописать это в инструкции. Значит, результаты специальной оценки услуги труда и оценки профессиональных рисков, значит, анализ требований соответствующих профессиональных стандартов, значит, если таковые есть, они на все еще профессии разработаны, анализ результатов расследования частных случаев, значит, типичных причин, вот для отрасли, например, смотрите вы опять же, определение безопасных методов и приемов выполнения работ. Инструкция должна быть, значит, учитывая требования безопасности, сложенные в эксплуатационной, ремонтной документации, в технологических картах каких-то, значит, в эксплуатационной документации организации изготовителя оборудования, технологическая документация, что конкретных условий производства применения в должности профессии работника или виду работ. Вот это тоже вы обязательно должны эти требования учитывать. Разделы инструкции, как и раньше, они содержат те же разделы, тут ничего не поменялось, немножко поменялось содержимое этих разделов, поэтому инструкция должна содержать общие требования охраны труда, требования охраны труда перед началом работы, требования охраны труда во время работы, в аварийных ситуациях, по окончанию работы. На инструкцию я бы рекомендовала обязательно промрять титульный лист, чтобы он был, значит, где в красно-титульном листе дата утверждения будет, то утверждает эту инструкцию, все будет видно. Дальше уже потом идет текст инструкции. Есть у нас теперь временные инструкции по охране труда, они могут вводиться в действие на новых производствах, например, каких-то в реконструированных производствах, и до начала приемки указанных производств эксплуатации может действовать временная инструкция. Значит, в общих требованиях по охране труда, в инструкции по охране труда вы указываете соблюдение правил внутреннего распорядка. Значит, здесь многие, я видела уже как-то, что многие жалуются, зачем все это прописывать в инструкции по охране труда, режимы трудноотдыха, все это. Вы поймите, что работник, вот, например, правило внутреннего распорядка, как правило, работник знакомится при поступлении на работу. Человек, который приходит и поступает на работу, ему проводят вводный инструктаж, который, за что он, я иногда думаю, что человек слушает еще не совсем, во-первых, даже, может быть, даже не понимает, в какой цех он еще, он не видел рабочего места своего. Вводный инструктаж, что это все-таки общие требования, все это понятно, ты в жизни с этим сталкиваешься. При первичном инструктаже, опять же, ты прослушал это, тебя знакомят уже с инструкцией. Это в сущности, вот, я считаю, два основных документа, это трудовой договор и инструкция по охране труда для работника, два документа, которые он четко должен представлять, что это за документы. И он их должен читать, инструкция должна быть всегда в доступе работнику, если вдруг он что-то посчитал, что он забыл или не помнит как-то, или, может быть, первоначально, при первичном инструкте даже чего-то там упустил, значит, он всегда должен был посмотреть. Раньше на производстве, вот, у каждого станка, у каждого, где это возможно было, висела инструкция по охране труда. И работник всегда, например, особенно новый работник, всегда мог подойти, посмотреть, ознакомиться. Поэтому, вот, чем конкретнее здесь будет написано, конкретно под этого работника, вот, из правил внутреннего распорядка, режим работы, значит, тем, вот он, и этот документ, который он будет, может быть, постоянно с инструкцией по охране труда, у него будут проводиться первичные инструктажи, значит, повторные инструктажи, там, неплановые, это все будет по инструкции, поэтому он не раз будет сталкиваться, это все у него всегда будет в памяти это отложено. Значит, вот, что нового добавилось, то это перечень вредных, опасных производственных факторов, которые могут воздействовать работникам в результате специальной оценки условий труда. Вот здесь, с карты специальной оценки условий труда, вы эту информацию сюда переносите, вы ее дублируете. Опять же, повторюсь, что с карты работник карту увидел при ознакомлении, и, как правило, в карте, ну что, работник все с карты уже увидел, вот, я думаю, что информацию это запомнил, да, что если у него вредного слоя труда, класс он такой-то, у него класс указан в трудовом договоре, какой класса стоит труда, и он с карты увидел, какие ему гарантии компенсации положены. Значит, ну это, как правило, работники запоминают, потому что за вредность все знают, что положено тебе, если ты работаешь во вредных условиях труда, к какому классу относятся, и что за это положено, например, за класс 3.1, там, доплаты. Значит, работник четко это запоминает и знает, ему не надо 10 раз повторять, что откуда у меня тут взялась на балках зарплаты, да, значит, если положен отпуск, проинформировано, что у него есть отпуск за вредного слоя труда, ну и если есть сокращенный рабочий день или льготное пенсионное обеспечение, он все это четко увидел из карты у слоя труда, и вот в инструкцию перенесем только перечень вредных и опасных факторов, на основании чего, значит, работник все получает эти гарантии компенсации. Перечень профессиональных рисков и опасностей, значит, здесь вы можете, опять же, вот перечень опасностей включить в инструкцию. Я бы не делала ссылок, может быть, конечно, на рабочем месте может быть много опасностей, они могут пересматриваться, каждый раз она будет пересматривать инструкцию, но я бы все-таки включала это в инструкцию. Полностью, опять же, работник лишний раз будет ознакомлен и будет знать, что у него, какие риски, какие опасности и какие уровни риска на его рабочем месте существуют. Значит, перечень СИС выдаваемым работникам. Ну, вот здесь, как бы, тут не будет, наверное, в обоих случаях будет одинаково, вы перечислите здесь в инструкции перечень СИС или сделайте ссылку на нормы, здесь, как бы, работник все равно будет получать, у него есть личная карточка, он еще раз увидит эти СИС. Но, хочу сказать, что вот если вы составляете инструкцию, все это внесете, но у вас будут в локальных актах, опять же, инструкция, и есть локальный акт по оценке, например, риска, где написано, значит, пересмотр там с какими-то изменениями, вы четко будете знать, что это взаимосвязано, вы в рисках что-то изменилось, значит, вы должны изменить, где вы указали риски, эти локальные документы, вы опять же, вот взаимосвязь этих документов, она у вас будет видна из вот вашего реестра. Вы там и поменяете, поэтому тут решали вам уже, как вы будете это указывать, но я бы, например, для работника указала бы все четко, потому что чем нагляднее это будет, тем, я думаю, что безопаснее будет на рабочем месте у конкретного работника. Значит, порядок уведомлений о случае травмирования работников и неисправности оборудования должен обязательно быть указан в общих требованиях, права личности гигиены, значит, тоже указывается, это все указывается в общих требованиях к инструкции. Значит, требования перед началом работы, в сущности, здесь мы указываем порядок проверки, значит, подготовки рабочего места, да, чтобы, значит, рабочее место было подготовлено, ничего не мешало для производства работы, все лишнее должно быть убрано, исходные материалы, заготовки, полуфабрикаты, инструменты, все должно быть готово. Осмотр подготовки СИЗ до использования, да, у нас там раньше, помните, писали, застегнуть пуговицы на рукавах, там все это, опять же, это все расписать надо. Проверка исправности оборудования, приспособление инструмента, ограждение, сигнализация, все это работник должен перед началом работы конкретно проверить, значит, выставить, если надо, предупреждающие плакаты, знаки, таблички какие-то повесить, все это он должен перед началом работы сделать. Во время работы, значит, это вы, значит, предусмотрите требования безопасного, значит, способы безопасного выполнения работ, использование оборудования, транспортных, стресс, курсоподъемных, требования безопасного обращения с исходными материалами, указания по безопасному содержанию рабочего места, значит, что должно быть, где какие-то, опять же, вот, что должно быть сделано, какие-то ограждения, чтобы, какими приспособлениями ты пользуешься, чтобы, не дай бог, ты не произошел какой-то несчастный случай. И все, опять же, действия, которые он должен провести, которые будут направлены на предотвращение аварийной ситуации и требования, опять, к правильному использованию СИЗ. Вот здесь, опять же, конкретно под профессию, под должность или вид работы должно быть это все прописано. Сегодня в аварийных ситуациях, значит, перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, которые к ним могут привести, значит, должны включить порядок извещения руководителя, именно уведомления о работе ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом месте, чтобы работник знал, куда, кому он должен обращаться, если произошло несчастный случай. Вот это все четко должно, вот в этом разделе прописано. Действия работника при возникновении аварий, действия показания первой помощи, значит, при различных повреждениях здоровья, исходя из результатов, опять же, оценки профессиональных рисков. Ну и то, что он сделан по окончанию смены, да, значит, действия при приеме и передаче смены при непрерывном технологическом процессе, да, на твое место заступает сменщик, последовательность отключения, остановки, разборки, очистки, смазки оборудования, действия при уборке отходов, получения в ходе работы, требования при соблюдении личной гигиены и порядок извещения руководителя, если что-то, например, там, деталь какая-то сломалась в станке или еще что-то там, на что нужно обратить внимание именно руководителя работы. Вот здесь вы это все указываете. Пересматривайте в инструкции, значит, при изменении условий труда работников, при внедрении новой техники или технологии, по результатам анализа материалов исследования аварий, несчастных случаев и профзаболеваний, по требованию представителя органов, значит, исполнительной власти, значит, и способа пересмотра инструкции или вносите изменения в действующие инструкции путем утверждения изменений приказом по организации или полностью производите, перерабатываете инструкцию и, опять же, приказ об ее утверждении. Здесь, как вам удобнее, опять же, от объема изменений, которые будут вноситься в эту инструкцию. Значит, ну и знакомите, опять же, с изменениями в инструкции, в внеплановый инструктаж или того работника, на которого распространяется эта инструкция. Ну, по правилам по охране труда, как бы, я не очень много скажу, потому что пока, по крайней мере, комментариев таких не было, Минтруда, но в существе то, что они разрабатываются в двух формах, значит, ну или в нескольких формах, стандарт организации или как-то какой-то локальный акт, вы сами его, опять же, называете правила по охране труда организации, такое-то можете назвать, так оставить, значит, наименование. Значит, обязанности работодателя по разработке правил по охране труда локальных нормативных актов не предусмотрены локальным нормативным актом пока, по крайней мере, вы хотите разрабатывать, вы опять же решаете сами. Если у вас есть какой-то вид работ, который нигде не описан, но он у вас, может быть, редко проходит, когда это какие-то специальные работы, и вы хотите создать правила по охране труда организации, значит, вы их разрабатываете, ну, опять же, стандартную организацию называете как угодно там локальным актом, и утверждаете работодателем, и, ну, и уже ему следуете. Минтруд считает достаточно в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников обеспечить разработку инструкции по охране труда в основном порядке, поэтому и правила по охране труда, вот просто так на все виды работ разрабатывать не надо, я думаю, что тут уже, это, я думаю, что все-таки будут какие-то комментарии к этому документу, и будет указано конкретно, при каких условиях разрабатывать работодатель может правила по охране труда. Но на случай решается, нужно ему это или нужно. Значит, по обучению по охране труда, здесь я говорить не буду, значит, я вам сказал, какие локальные нормативные акты вы должны рассмотреть, но хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас, значит, у нас, вот при вступлении нового порядка обучения по охране труда, у нас есть вот такие требования, это реестры организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, в части обучения по охране труда, реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников по вопросам по охране труда, и реестры обученных, значит, лиц. Вот эти три реестра организации должны будут вести. Значит, первый реестр организации, который оказывает услуги в области охраны труда, значит, они соответствуют правилам аккредитации организаций, это у нас номер 2334, значит, и вот эти сведения в реестр, соответственно, с этими правилами организации, которые обучают, значит, по охране труда, они в этот реестр вставляются. Значит, реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют обучение своих работников, значит, тут уже провести регистрацию в соответствующем реестре МИД труда в уведомительном порядке, значит, указать уведомления, сведения, они расписаны все вот в этом постановлении 24, там, по-моему, пункт 106, значит, полное и сокращенное именование организации, значит, фамилия, имя общества индивидуального предпринимателя или, значит, данные о юридическом лице, там много сведений, которые вносятся, но они там все указаны, и получить подтверждающую регистрацию в МИД труде в течение, там, по-моему, пяти рабочих дней, значит, вот этот реестр, опять же, должен, вы в реестре, если вы сами обучаете своих работников, должны в этом реестре быть. Реестр обученных лиц, он у нас с 1 марта 2013 года, здесь, значит, информация, данный реестр предается следующим учебными центрами, это, опять же, фамилия, имя, отчество работников, снился этого работника, ИНН, значит, наименование программы обучения, по которой он проходил, результаты проверки знаний, дата проведения проверки знаний, номер протокола проверки знаний, это все обучающая организация вносит по каждому работнику, которого, по каждому работнику, которого она обучила, по каждому человеку, которого она обучила, там, для них они работники, значит, а вот организация, которая обучала сама, она также должна каждого работника, которого они обучили, своей комиссией, должны внести в этот реестр, только они уже самостоятельно вносят, опять же, указывать фамилия, имя, отчество, снился работника, наименование программы обучения, дату проверки знаний, результат проверки, номер протокола, только это вносит работодатель сам, да, сейчас это будет занимать время какое-то, но все эти реестры должны обязательно вестись. Вот на примере нашей организации я вам хочу показать, вот, если мы, вы, например, заходите в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда, вводите, например, или наименование организации технопрогресс, или ННН наш там, и вам выйдет, что вот, автономный некоммерческий аккредитационный научно-технический центр технопрогресс, и уже теперь, вот, так как мы в реестр включены, мы все прошли, значит, организация соответствует требованию постановления правительства Российской Федерации, значит, номер 2334. Вот, чтобы обучаться, если вы ищете обучающую организацию, вы обязательно смотрите в реестре, есть ли вот это соответствие требованиям 2334, чтобы обязательно на это обратить внимание. Ну и, значит, как всегда заканчиваю свое выступление, то, что если вы что-то будете делать с отклонениями или не делать вообще, значит, с нарушениями, есть административные штрафы у нас, кодекс об административном отружении, статья 527. Но, единственное, хочу сказать, что вот с 1 октября у нас действует постановление 1743, значит, и с 1 января 23 года, значит, у нас не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий, организаций, здесь, в которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого или высокого риска. Значит, если вы, ваша организация к этой категории не относится, плановых проверок у вас не будет. Но они будут, по-моему, есть все-таки по видам, вот есть документ постановления правительства 12.30, где вот эти критерии отнесения объекта к определенной категории риска, там какие-то проверки в очень длительный срок, там через несколько лет там они проходят, они прописаны, там есть по категориям рисков. Но вот по категории чрезвычайно высокого и высокого риска, эти организации будут проводить плановые проверки раз в год. Поэтому, значит, вы всегда можете на сайте Роструда или поднять вот эти постановления, посмотреть, в какой эти категории риска относится ваше предприятие, но я думаю, теперь уже давно знаете, это действует все-таки не один год. Вот, и посмотреть, что же, когда же вас могут проверить. Поэтому вот здесь, значит, даже средний уровень риска, да, категория риска, и те уже плановой проверкой не, ежегодным проверок не будет. Но при этом не забывайте, что неплановые проверки их никто не отменял. Сейчас, как правило, Минтруд рассылает письма с чем-то там, с какими-то предоставлениями документов или еще что-нибудь там. Значит, и если вы вдруг что-то предоставили или не предоставили вовремя, или предоставили, но их не устроило, там уже будет неплановая проверка. Поэтому вот относитесь к этим письмам все-таки серьезно тоже, чтобы, значит, ну, хочу сказать, чтобы поддерживать систему управления, охрана труда в организации, значит, в рабочем порядке, вот, разрабатывайте, выполняйте все корректирующие действия, обеспечьте управление, значит, документацией системы управления охраной труда. Если вы четко пропишите, вот, все построите свою локальную документацию, вот, соответственно, с требованием нормативных актов по охране труда, в случае проблем у вас не должно быть. Ну вот, на этом лекция наша подошла к концу. Теперь я предлагаю перейти к вопросам вашим, насколько я успею. Я отвечу на ваши вопросы. Если какие-то будут очень вопросы серьезные, и, может быть, какого-то требующего, чтобы посмотреть нормативку, я отвечу по электронной почве потом. Сейчас мы посмотрим, вопросы мне должны были прислать. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли иметь положение СУОД одно на всю компанию, либо необходимо разрабатывать отдельно для каждого филиала? Ну, здесь можно и одно, оно будет только вам надо подписать, что оно распространяется на филиалы. Можете разработать отдельно на каждом филиале, потому что все-таки, если это все в разных местах находится, так будет удобнее вам пользоваться. Положение СУОД или СУОД, уточни, в предыдущем файле слайде. Извините, если где-то, может быть, я не так сказала. Как учесть образовательный вид деятельности? Не совсем поняла. Я с вами, Лариса Николаевна, свяжусь. Прошу просто разъяснить ваш вопрос. Должные обязанности должностных лиц, работников, указанных в положении СУОД, организации, необходимо переносить в трудовые договора или отдельно каким-то соглашением, или их надо переделывать? Ну, смотрите, сейчас какого-то требования вот об, значит, расписать в положении или отдельно разработать положение вот именно об должностных обязанностях, ой, об обязанностях должностных лиц по охране труда нигде не написано. Поэтому вы выбирайте, вам обязательно прописать, потому что у вас должны знать работники, да, кто отвечает. Вы должны все равно приказом ответственных, значит, назначить и обязанностей их прописать. Вот тут уже как вам удобно. Вы можете, если у вас это большая организация, может быть, разработать положение. Если вам удобнее прописать должностных обязанностей каждого, ну, еще раз говорю, что если у вас это не прописано, значит, вам нужно будет изменения внести в должностные обязанности и работника ознакомить, или в положение СУОД. Тут, опять же, вы решаете все сами. Почему говорю, что очень хорошо, что очень все дано на лодку пропадодателя, потому что он будет решить, как ему удобнее это сделать. Если часть работников работает в командировках, то как учитывать их ОПР и что включать на них в СУОД? Ну, в командировках, тут, опять же, Наталья, на то уточнение, дистанционно работали, просто в командировках, значит, у вас при... вы, значит, если это работник все время дистанционно, СУОД на него не проводится, значит, если это просто работник отправлен в командировку, значит, оценка, спецоценка проводится, с учетом, опять же, того, что он там делает, какие применяет, какое применяет оборудование. Или, например, если какие-то вредные факторы, он работает на другом производстве, там есть вредные факторы, он должен быть ознакомлен. Опять же, вы должны с тем работодателем, если постоянно присутствует где-то на территории другой организации, договориться о применении специальной оценки с другой организацией, например, если вы не можете там провести, ну, вам, во-первых, и не надо там проводить СУОД, потому что это не контрольная вам территория, поэтому с материалами спецоценки вот той организации, работник может обознакомиться. Оценка профессиональных рисков, но ничего сложного в этом нету, вы прописываете на рабочем месте, в котором оценку определяете опасности и оцениваете риски, ну, и в командировках опасности и риски вы тоже прописываете в реестре, поэтому и учитывайте все, что у вас будет. И в оценке рисков указано, и по специальной оценке условий труда. У нас в организации до 10 человек, работа удаленная у всех, кроме бухгалтера. Какой пакет документов у нас должен быть? Ну, раз у вас есть хотя бы один работник, который по трудовому договору, и у него есть рабочее место, значит, пакет документов, вот вы разрабатываете то, что я указала, только выбираете уже по тому, что делаете. Вам не надо, например, значит, может быть, медосмотры вам не нужны будут, значит, СИЗы вам не нужны будут. Вы убираете лишнее, оставляете только то, что я говорила, да, что в организации ТО-15 чай там можно в сокращенном виде положение разработать. Скажите, пожалуйста, можно отправить на предварительный медосмотр потяжестрового процесса принятого подсобного рабочего, если пока на него нет солод? Ну, смотрите, мы же все-таки на медосмотр отправляем за вредным условием труда. Если вы, конечно, уверены, что спецоценки у вас нет, но вы уверены, что, значит, предварительно уверены, что будут вредные условия труда, конечно, можете отправить. Почему нет? Укажете конкретные пункты из приказа по медосмотрам, и, значит, только вам надо будет решить, там же у нас не просто тяжесть труда, она написана, а, например, поднятие тяжести, значит, какие-то позы указаны, еще что-то там, вот выбрать. Если вы конкретно знаете, что указать, то можете отправить, или просто провести солод, и потом уже решить. Может быть, все-таки это будет на второй, экспертная оценка будет, и те же будут на второй класс, и проводить медосмотр на этом рабочем месте это не нужно будет. Как управлять профессиональными рисками в организации, где после проведения оценки рисков на всех рабочих местах значимая риска низкая, и проведение мероприятий? Ну, вы можете, например, в положении, в своем положении осуот, или в положении об оценке рисков прописать, например, на допустимые риски, на низкие риски, как у вас там, я не знаю, какой методикой вы пользуетесь, как называются ваши риски, какая там аббревиатура рисков идет. Мероприятие не разрабатывайте, поэтому оценка профессиональных рисков, ну, вот вы ее провели, вы просто периодически следите, чтобы если ничего не менялось, значит, ничего не нужно делать, если что-то изменилось, значит, надо будет провести оценку рисков. Так, на предприятии нет рабочих мест с вредными и опасными факторами, но есть лица рабочих специальностей, надо ли проводить обучение согласно 24 по безопасным методам и приемам при воздействии вредных и опасных факторов, источник, так, источник опасности, идентифицированных, специальная оценка условий труда и профессиональных рисков, обучение по оказанию первой помощи. Оказание по обучению первой помощи, опять же, вы составляете перечень, вы сами решаете, кому вы будете проводить это, если ваш работник можете не проводить, если вы не включите в этот список, значит, по, значит, соут, если не будет вредных факторов, значит, вы просто не включите в это обучение эти факторы, но оценка рисков у вас все равно будет проведена, поэтому обучение безопасным методом проводить нужно будет. Можно поделиться проектом положения, например, транспортного предприятия, можете поделиться. Значит, вот как такового, например, у нас разрабатывается, у нас нет какого-то типового такого положения, да, на которое мы, значит, каким мы пользуемся, каждый эксперт в зависимости от обращения организации обратился к нам на аудит СУОТ, на разработку пакета документов по СУОТ, каждый раз разрабатывается под конкретного работодателя, поэтому вот какого-то проекта нет. Но я думаю, что вы проект найдете в интернете, а вообще я бы на вашем месте просто взяла примерное положение и прямо по нему шла, вот и раздел, и писала, и добавляла эти пункты, и я вам тем более рассказала, как в существе ваши локальные акты, которые вы... Все, что вы делаете, вы просто заносите вот это положение, поэтому ничего там сложного нет. Скажите, пожалуйста, как быть, если руководитель организации возражал все на специалиста и не желает ничего слушать, никаких приказов, говоря, что это работа только специалиста? Ну, это беда очень многих, и да, у нас почему-то принято, что специалисты по охране труда должны заниматься и пожарной безопасностью, и гражданской обороны, и все на одного специалиста вешают. И самое главное, что вот эти рекомендации по численности службы охраны труда, они тоже рекомендательные, там может на них обращать работатель, может не обращать. Здесь вот дать какой-то совет нет, но хочу сказать, что если вы будете делать все, все локальные нормативные акты разрабатывать, и все это делать, у вас займет очень много времени, и, скорее всего, вот то, что это будет тормозить ваши процессы, вы же не будете чуть не успевать, не дай бог несчастных случаев, что-то будет не разработано. Я советую вам все время писать служебные записки, что ставлю вас в известность, что не разработаны такие-то документы, вовремя не будут, потому что вот по времени, значит, я не успеваю это разработать, вот докладные записки писать все время, ставить в известность, чтобы все-таки ответственность себя, ну не то, что снять, а разделить ее, по крайней мере, с руководителем, который вот так поступает. Личная карточка СИС, по смывающим уже вести не обязательно, только по приеме на работу, знакомить с работниками. Да, но я, как бы, очень многие ведут все равно, им так удобнее, значит, при выдаче этого всего. Я еще раз говорю, что вот это просто, вот смотрите, даже то, что я вам сегодня презентацию говорю, и то, что я вам говорю, это все-таки носит ознакомительный характер. Вы из этого всего, я вам говорю вот такое в общем, а вы выбираете то, что вам нужно, и то, что вам как удобно вести, как вам лучше это делать. Главное, чтобы то, что нормативно требуется, обязательно, вот это у вас было. А дальше дополнительно, вы уже сами решаете, что и как вам вести. Локально-нормативные акты обязательно размещать на официальном сайте предприятия. Здесь, значит, вы уже, я думаю, что нет их же, во-первых, очень много, во-вторых, какие-то локально-нормативные акты размещаются, какие-то, не обязательно все, вы уже, опять же, вы вот прописываете в системе, в положении системы управления охраной труда, что вы размещаете, например, на том же сайте. Требований все локальные акты размещать, это точно нет. Ну, например, результаты специальной оценки слоя труда, значит, они размещаются, но это тоже вот специальная оценка слоя труда, значит, у нас есть локальные нормативные акты по специальным приказам, те же, да, вам не надо его размещать, но результаты, например, специальной оценки слоя труда, вы размещаете, оценка профессиональных рисков, такого требования нет, значит, как бы вы, вот пропишите в своем положении, системе управления охраной труда, вот что пропишете, то должны будете соблюдать, и никто к вам не, ну, и кроме того, что обязаны, обязательно надо соблюдать, это, да, а то, что вы пропишете дальше для себя, то и будете обязательно соблюдать. Необходим ли приказ журнала по несчастным случаям, если они не происходили? Да, положение, это все должно было у вас разработано, это вы не разрабатываете не после несчастного случая, а до несчастного случая, пусть он пустой будет, очень хорошо, что он всегда будет пустым. Это уже акт о несчастном случае, и все, что должно быть оформлено по несчастному случаю, это уже будет после, а вот положение расследования о несчастных случаях, значит, журнала, это все должно быть. Так, в ДО надо по несчастным случаям иметь два положения, два журнала регистрации, для работников, воспитанников, или все в одном, да, я думаю, что все в одном должно быть. Вообще, давайте я, Людмила Эльтерна, вам отвечу в электронной почте, это вопрос, по-моему, в одном. Я правильно понимаю, что для образовательной организации нужны только ИОД? Остановительница, она не поняла вашего вопроса, поэтому напишу в электронной почве, уточню, что вы имели в виду. Инструкция показания первой помощи должна соответствовать общему содержанию инструкции. Если вы имеете в виду 872, то нет, тут разрабатываете отдельно ее. Как вы предполагаете, на какое количество штатных единиц специалистов по охране труда при штатных работниках за 400 человек вы наговорили цели и задачи, объема работы и так далее? Как вы считаете, обязательными к выполнению такого огромного объема обязательных требований? Почему нет обязательных требований в количестве наличия специалистов? Рекомендации по специалистам, есть. Они не обязательны, потому что я думаю, что работодателю, ну, с финансовой точки зрения никто, как бы, теперь не, у нас же все хотят снизить финансовую нагрузку на работодателя, и поэтому, но посчитать, взять рекомендации, посчитать, сколько инженеров по охране труда должно быть в организации. Для своего работодателя вы, конечно же, можете. Значит, смотрите, если вы отработаете свою систему управления охраной труда, если вы, конечно, разработать со снаря, это очень много времени, но я думаю, что у всех, на первом варе, что-то уже есть. Значит, разработать, есть, значит, очень же много и комплексов, на той же платформе Курсон есть, да, в помощь. Вот, когда количество работающих человек 400, например, вчера была в организации, где работающих почти 700 человек, значит, они при апреле жалуются на то, что они ничего не успевают, притом приобрели, значит, приобрели программу на Курсон, которая помогает все это вести, но за длительное время они даже не успели ознакомиться, ссылаясь на то, что это некогда. Вот, я хочу сказать, что если вы организуете все правильно, вы разработаете, вам же не надо будет каждый месяц пересматривать документы и каждый месяц делать всю эту работу с ноля, но вам нужно, да, какое-то время, значит, все это пересмотреть, на 1 января, инструкции, поставить себе график, разработать график пересмотра всего этого, опять же, разработать план, когда вы, значит, утверждение, значит, план работы для себя, все это расписать, если у вас документально будет подтверждено, что вы все это делаете, но вы это не успеваете, а вот, ну, у вас график есть там, я, да, пришла проверка, у меня там-то, там-то что-то не утверждено, но у меня есть так графики, и я одна не успеваю, и тут уже будет ответственно работодатель за это, и каждый раз вот этот же, тот же план показывайте работодателю, ставьте в известность, что да, вот здесь я не успеваю, здесь это, это просто невозможно сделать, в те сроки, которые вот сейчас нужно сделать. Но если вы правильно все организуете в систему управления хран-прута, вы составите те же реестры, документы нормативные, где вы укажете, сделаете себе табличку, кто-то делает в Excel, где-то там можно ссылки сделать, чтобы это все следилось. Excel-евские таблицы очень много помогают отслеживать, например, документы, которые будут вам сигнализировать, потому что вот это пересмотреть надо. Вам надо просто организоваться. Если, тем более, когда вот при таких больших количествах работы, работающих организаций, я считаю, что настоять на том, чтобы работодатель приобрел какое-то программное обеспечение, которое будет помогать инженеру по охране труда, я думаю, что это будет намного дешевле, чем взять, значит, специалистов взять на постоянную работу. Или, например, даже вот обратиться за специализированную организацию, в том числе, как наша организация, на разработку пакета документов, это все равно дешевле будет, чем взять, я имею в виду для работодателя, значит, дешевле будет, чем нанимать сотрудника. Отделенно, постоянную работу, всего лишь для того, чтобы разработать документы, а потом их ввести. И сейчас все-таки у нас, смотрите, нормативная база поменялась, очень многое сократилось, излишние требования убрали, документы, значит, по, еще времен СССР убрали, значит, правила сократились, требования сокращаются, проверки сокращаются, все это, все делается для того, чтобы все-таки, и вы, опять же, локальные нормативные акты пишите, не все, которые вы нашли в интернете, список там все разрабатываете, а конкретно под вашу организацию, то, что вы считаете вам необходимо. Подскажите, пожалуйста, если работникам выдаются СИС, только перчатки, сигнальные жилеты, необходимо ли отдельно проводить обучение СИС? Нет, конечно, не нужно. Вы, опять же, перечень СИС, которым нужно, применение которых нужно, обучать, если таковые есть. Там, смотрите, второй класс СИС, прочитайте документы, там все четко написано. Нет ни одного нормативного документа, где бы нельзя было найти информацию, которую где-то кто-то требует, потому что всегда все требования, например, в тех же надзорных органах, они все из нормативных актов. Просто иногда где-то внимательнее почитать, на что-то внимание обратить надо. Значит, нет, здесь не нужно. Если в организации, например, нет УПО, то как прописать это в положении? УПО, я так понимаю, что это опасные производственные объекты, на них отдельное положение, тут вот в этом положении не нужно, вы можете просто указать, что у вас разраб, или опять же ссылку на то положение, но по опасным производственным объектам обязательно разрабатываются отдельно документы. Так, должны ли мы вместе, по паре вопросов по реестрам, должны ли мы вместе внести своего работника в реестр обучаемых лет, если он обучался у сторонней организации? Нет, все, кто обучался у сторонней организации, заносят у сторонней организации. Кого обучаете вы сами, заносите вы сами. Дублирование там не будет. Труктажи, то он относится, получается, что надо ввести всех. Нет, здесь только обучение по охране труда, не входит. Здесь обучение вот по тем трем программам, которые мы говорили, там программа А, Б и В. Вот сюда относите. Указываете вид программы, которую вы обучали. Нужны ли разрешительные документы, если обучаешь охране труда только своих работников в организации? Нет, вам не нужно. Вы уже обучили своих работников в обучающей организации, которая имеет на это разрешение, а уже и этой комиссии, которую вы создали из обученных работников, обучаете своих. Интересует вопрос о внесении предприятия в реестр юрлиц, которые проводят обучение своих работников. На данный момент в личном кабинете сайта ГИД нет такой возможности. Может быть, она с 1 марта. Если честно, еще не было времени зайти на эти реестры, посмотреть, но опять же, посмотрите в 24-64, там должно быть прописано, с какого времени это будет носить уже обязательный характер. А мы успеем подать уведомление до 1-го, 0-3-го. Алифтина Анатольевна, не знаю, про что спрашивать, уточню. Не поняла немного по реестрам. Мы проводим обучение работников по программам водного инструктажа. И мы должны сведения... Так, вот тут я не поняла. Обучение работников, вы должны по программам обучения, они у вас должны быть утверждены, разработаны, и никакого вводного инструктажа. Программа вводного инструктажа, это просто при принятии на работу у каждой проходит работник, вводный инструктаж. Если вы его не... Значит, все работники при приеме на работу, вы рассказываете, что у вас за предприятие, как их по территории там, значит, что... какие-то... Какие там, значит, что положено работнику, общее положение. Но это не обучение по охране труда. Потом работник приходит на рабочее место, ему проводят первичный инструктаж по инструкции по охране труда, но и после первичного инструктажа, и он должен пройти обучение. Вот это обучение имеется в виду. По программам обучения. Из постановления 24.64 программа А, Б, и вы выбираете те, которые вам нужны, и только вот... И в реестр вносите вот только этих обученных. Если мы проводим обучение своей комиссии, обученные в УЦЕ, мы все равно должны всех работников нести в реестр. Обучение по всем программам, то есть в итоге полный штат работников должен упасть в этот реестр. Да, все работники, которые прошли обучение, должны быть в реестре. Реестр обученных. Это вообще задумка очень такая многозадачная, но в том числе, если произошел несчастный случай, к этому реестру доступ имеют и организации, и Минтруд, и все, и чтобы было сразу видно, обучен работник или нет, чему обучен там, как обучен. Я, по крайней мере, такого, чтобы выборочно кого-то выносить там, я такого не видела. Посмотрите, мы же заносим в реестр фамилию, имя работника, снил с его, дата проведения требования охраны труда, результат проведения, проверки знаний, значит, наименование программы обучения, что значит выборочно, значит, слесаря внесу, сварщика не буду, или как? Вот, всех обученных, это реестр обученных будет, насколько, как он работать будет, вот, виснуть там, не виснуть, при занесении, это опять же, на инженера по хране туда ложится там, я так думаю, что я бы так, наверное, на кадры возложила бы эту обязанность, может быть даже, вот, это уже другой вопрос, но вносить нужно всех. Обязанность по стажировке, вопрос по стажировке, обязанность работодателя для всех, но принятых на работу? Нет, вы решаете, опять же, решает работодатель, кому он стажировку проводит, значит, по программе стажировки, перечень, это все, вот, локальные акты, которые я вам указала. На этом я буду закругляться, я посмотрю ваши вопросы, и если, значит, я на них не ответила в процессе вебинара, значит, я отпишу, тем более, у вас у всех указана электронная почта. Какие-то образы, если я не поняла, задам уточняющие вопросы, но постараюсь со временем ответить на все ваши вопросы. Значит, поэтому, уважаемые участники нашего онлайн, лектория, я благодарю вас за внимание, значит, за ваши вопросы, довольно-таки, мне, хочу сказать, отметить то, что больше вопросов не потому, иногда очень часто встречаются, я рассказываю, рассказываю, и работники, и участники задают те же самые вопросы, опять, на то, что я рассказывала. Здесь вопрос у вас в сущности больше по, такие уточняющие, это очень хорошо, и хочу сказать, что сейчас мы с вами теперь будем очень часто, если вы этого пожелаете, значит, если какие-то темы хотите, чтобы были раскрыты, более подробно, потому что все-таки вот эти общие вебинары по изменениям, по всем, они с общим характером, можно какую-то тему рассмотреть того же обучения или чего-то, значит, более узко. Значит, пишите, значит, напоминаю, что посмотреть запись сегодняшнего, значит, мероприятия, получить презентацию сертификата участника вы сможете на платформе Курсон, на базе, которую вот мы проводили сегодняшнюю лекцию, и 15 февраля приглашаю вас на очередной онлайн-лекторий, посвященной теме изменения в законодательстве нормативно-правовой базе, на которую можете зарегистрироваться на платформе Курсон. Не уверена, что тема не изменится, может быть, какие-то корректировки, опять же, по вашим просьбам, может быть, будут нанесены какие-то корректировки, но на 15 февраля мероприятие точно будет. Мы с вами прощаемся, следите за анонсами нашими и увидимся при обсуждении новой актуальной темы. До встречи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова